Здравствуйте, уважаемые любители хоккея! Рады вас приветствовать! Танека Кубок Чемпионов! Сегодня в матче за третье место будут выяснять отношения Магнитогорский Металлург и Уфимский Салават Юлаев. А у нас самые опасные моменты и заброшенные шайбы. Их было пять в нашей игре. Все в первом периоде здорово складывалось для Салават Юлаева. И счет открывает Сергей Шмелев на 17-й минуте первого периода. Классная передача Кадейкина. Коснулся шайбы Кулемин. Пришла она к Шмелеву, который бросил и попал в верхний угол. Пытался Таткарпов как-то эту шайбу поймать на себя. Падение, но остановить ее не сумел. Салават выходит вперед. Нужно отметить, что Магнитогорцы несколько раз ударились в первом периоде. И был нереализованный штрафной бросок. Свою попытку не сумел исполнить Луки. Да, действительно, еще при счете 0-0 это было. Но вот 1-0, казалось бы, все хорошо для Салавата. Но во втором периоде пошли просто уфимцев удаление. И вот формат 5 на 3. Доигрались до этого. И счет становится у нас 1-1. Григорий Дронов с передачей Лайпсика и Кари здорово попадает. Ну и еще одно большинство. И заброшенные шайбы уже в формате 5 на 4. Поздно как-то стал Башкиров подвигаться на Голдобина. Понадеялся, видимо, на Лисовца. Но Голдобин сблизился с вратарем. Прицелился. И классно попал. Две шайбы подряд. Магнитогорцы забивают в большинстве и выходят вперед впервые в этом матче. Ну и потом достаточно долго нам пришлось ждать следующую шайбу. Потому что была она забита на 6-й минуте 2-го периода. А следующая была заброшена только в середине 3-го. Вот здесь были еще хорошие моменты. У Магнитогорска. Вообще Магнит, конечно, в 2-м периоде переиграл соперника. Всему виной глупые удаления Салавата. Их было многовато. И за счет игры в большинстве Магнитогорцы перехватили инициативу в этой встрече. Были хорошие отрезки и в исполнении у финцев во второй половине игры. Но их было маловато. Не так много, как в первой. Ну и, конечно, ждали мы при счете 2-1 шайбу. Была она очень важна. И счет стал 3-1 у нас. Классная придача Голдобина из-за ворот в касание Коростелев. 3-1 также Филипп Маев, ассистент. Здорово. Голдобин выдержал паузу. Подождал, пока Коростелев выйдет из-за ворот. Пока откроется. Была там свободная зона в ближнем углу, куда, собственно, Коростелев и попал. Да, классная шайба Магнитки. Коростелев касание 3-1. И, казалось бы, безоблачная должна быть концовка для Металлурга. Но в концовке забивает все-таки свою вторую шайбу Салават Юлаев. Но это еще не голевой момент, когда шайба оказалась в ворот Халкинооры. Это был такой сигнал для Салавата, чтобы идти вперед. Но вот брал таймаут, что-то рисовал Лямса. И в итоге это сработало. Потому что Башкиров с передачей Кулемина и Шмелева все-таки одну шайбу отыграл. Да, причем без воротаря Салават действовал в этот момент. Бросок Кулемин наносил. Башкиров успел коснуться шайбы еще до того, как она пересекла линию ворот. Но и тут бросок наносил Шмелев. Очень коварный отскок от бортика. И Кулемин на встречном движении здорово уходит от Халкинооры, который пытался остановить шайбу своей клюшкой. На большее Салавата уже не хватило. Кулемин сегодня двумя результативными передачами отметился. Тоже неплохо. Да, была еще минут 46, чтобы спастись у Салавата. Но Металлург довел эту встречу до победы.